2006 год стал началом нового витка развития абазинской молодёжи. Уже давно назрела необходимость создания организации, в которой абазинская молодёжь могла реализовывать свои идеи и выплёскивать свою неумную энергию, и такой организацией стал Союз Абазинской Молодёжи «Шарпнё». 20 августа 2006 года в Черкесске состоялась первая конференция, на которой собралась инициативная молодёжь для обсуждения волнующих проблем и выработки стратегии дальнейшего развития молодёжи. Уже тогда было ясно, насколько широко раскинется диапазон нашей деятельности, ведь молодёжи было интересно всё, от богатейшей истории и культуры народа Абаза для современных проблем. В январе 2007 года мы провели первый новогодний концерт. На этот концерт к нам приехали ребята из Кисловодска, и с тех пор мы общаемся и ездим друг к другу в гости. Не забываем мы и о наших старших, и стараемся уделять им внимание. Так в мае 2007 года мы организовали для ветеранов Великой Отечественной войны праздничный концерт. В этом, в 2011 году, мы объездили все абазинские аулы, где живут участники Великой Отечественной, поздравили и поблагодарили их за подвиг, который они совершили ради нас. Кому как не им знать цену истинной свободы и независимости, мира и благополучия родной земли. Летом 2007 года по приглашению молодежных движений Братской Абхазии мы отправились в Сухум и приняли участие в мероприятиях, организованных абхазской молодежью. Там же мы познакомились с ребятами из Южной Осетии. 4 января 2008 года молодежь из Шарпне подготовили и провели благотворительный концерт. Чужих детей не бывает. Люди приносили детские игрушки, вещи, краски, альбомы для рисования. Все это, а также собранные деньги, мы передали в детский центр «Надежда». В мае 2008, 2009, 2010 годов мы провели ставшие уже традиционными конференции Абаза «История, современность, перспективы». На конференциях прозвучали доклады по истории и культуре абазинского народа, обсуждался вопрос в законах о правах и гарантиях малочисленного народа абазин, вспоминали творчество великого поэта Абазашты Кирима Махце, и в преддверии празднования 60-летия победы Великой Отечественной войны вспоминали абазин, воевавших в этой войне. Со своими докладами здесь выступали Расул Архагов, Мурат Муртазов, Руслан Клычев, Заур Лиев, Беладжимакулова и Олеся Мамбетова. В рамках одной из конференций нами был проведен социологический опрос среди школьников и студентов, молодежи, живущие в аулах и в городе, благодаря которому был определен уровень знания абазинского языка и истории среди молодежи. Целью наших конференций является формирование самосознания и правильного мировоззрения у подрастающего поколения. Мы пытаемся донести до слушателей важность знания истории и культуры родного народа, сохранение традиционных ценностей Апсуара Абазара, не забывая при этом развиваться и идти в ногу со временем. С 2008 года Шарпна организовывает ежегодные новогодние праздники, на которых молодежь знакомится, общается друг с другом, слушает старые и новые абазинские песни в исполнении любимых артистов и, конечно, какой праздник проходит без Абазафмара. Различные конкурсы, танцы, песни и море общения – вот лишь часть этих мероприятий, приносящих много радости и положительных эмоций. Редкий Абазин может представить себе жизнь без танца, и с 2009 года у стелы «Дружбы народов» в Черкесске мы проводим летние Абазафмара, чтобы не дать забыть нашей молодежи богатейшую культуру абазинского танца. В августе 2009 года Союз абазинской молодежи Шарпны небольшой группой отправились в Абхазию в высокогорное село Псху, место бывшего проживания Абазин. Псху хранит тысячелетнюю историю нашего народа. Здесь возвышается священная гора Анхахарта и Налы-Оба, у подножия которой наши предки принимали значимое решение. В Псху хочется возвращаться снова и снова, и вот уже третий год подряд мы откладываем свои дела и проделываем нелегкий путь, чтобы вновь насладиться несравненной красотой родных земель, вдохнуть глоток свежего горного воздуха. И, конечно, почувствовать силу тех мест, где когда-то давно наши великие предки решали вопросы, которые так или иначе отразились на судьбе народа Абаза. Псху не просто высокогорное село, это колыбель, сохранившая себе отпечатки древней цивилизации. Порой кажется, что камни и вековые деревья вот-вот оживут и расскажут нам все то, что беспокоит наши пытливые умы. А время, время на Псху останавливается, как бы давая нам возможность увидеть и узнать как можно больше. Местные жители всегда с радостью встречают нас, рассказывают многое интересного, ведь старшее поколение еще помнит, из теплоты вспоминает Абазин, живших там и волею судьбы покинувших родную землю. 25 сентября 2009 года в рамках празднования 20-летия общественного движения Абаза молодежь из Шарпне встретилась с президентом республики Абхазия Сергеем Васильевичем Багабш, на которой задали ему и обсудили вместе с Сергеем Васильевичем ряд важных вопросов, касающихся дальнейшего развития единого народа Абаза. 4 ноября 2009 года, в День единения народа в России, мы впервые провели праздничное мероприятие, на которое пригласили молодежь всех национальностей, проживающих в нашей республике. А в 2010 году этот праздник мы провели в рамках реализации нашего проекта «В единстве наша сила», представленного на международном форуме Машук-2010 в Расулам-Уша. В июле 2010 года по инициативе общественного движения Абаза и при поддержке президента и правительства Карачао-Черкесской республики, Шарпны в составе большой многонациональной делегации из нагайцев, армян, карачаевцев, русских и черкесов отправились в республику Абхазия. Остановившись на базе эвкалиптовой рощи, мы начали знакомиться друг с другом, ведь до этого большинство из нас знакомы не были. В Абхазии для нас была подготовлена насыщенная программа экскурсий, встречи с абхазской молодежью и представителями правительства. Поездка была запоминающейся, особенно для тех делегаций, которые были в Абхазии впервые. 12 февраля 2011 года в здании Драматического театра города Черкеска мы провели акцию «Потомки коренного населения Красной Поляны и Большого Сочи Абазины» за Олимпиаду Сочи-2014. История Красной Поляны и Сочи является частью истории народа Абаза. Мы всесторонне поддерживаем проведение Олимпийских игр в Сочи и испытываем гордость, что такое событие мирового масштаба пройдет на земле наших предков. 14 февраля 2011 года мы выступили в Общественной палате Российской Федерации в Москве на конференции, посвященной истории народов Кавказа. В апреле 2011 года по инициативе Шарпне совместно с Лигой молодежи Карача-Черкесии мы провели молодежную акцию «Вместе за мир без терроризма». Затем мы приняли активное участие в подготовке и проведении благотворительного концерта для сбора средств на операцию и лечение 16-летнего парня из аула МЖЧИШКО Аслану Хамукову, который болен детским церебральным параличом смешанной формы. Концерт состоялся 28 апреля, в котором принимали участие артисты Карачао-Черкесии. 21 мая, в День памяти жертв Кавказской войны у памятника, установленного в ауле «Красный Восток», прошел траурный митинг, в котором приняли участие ребята из Союза Базинской молодежи Шарпне. И в этот же день, по приглашению Комитета по делам молодежи при правительстве Республики Абхазия, мы приняли участие в мероприятиях, организованных в городе Сухум, посвященных этой печальной исторической дате в летописи нашего народа. Осенью 2010-2011 годов мы провели конкурс рефератов на знания истории и культуры народа Абаза под общим названием «Помню, горжусь, развиваюсь». В конкурсе приняли участие школьники из всех абазинских аулов, а также Кисловодска, где победители получили памятные призы. С гордостью хочется отметить, что на протяжении всех пяти лет в интернете работает наш сайт, который поддерживает Вячеслав Лаказов. На сайте есть библиотека, форум, галерея, видео, а также там можно найти информацию по всем мероприятиям и событиям, которые происходят в жизни абазинского народа. А бессменна ведущая практически всех мероприятий Союза Абазинской молодежи Шарпне была и остается наша очаровательная Регина Джиева. И в заключении мы хотим поблагодарить всех тех, кто поддерживает и помогает нам все это время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова